Теперь к другим темам. Громкое дело по борьбе с распространением нелегального контента в виртуальном пространстве. Сегодня получило громкое продолжение. Мосгорсуд вынес решение о вечной блокировке одного из самых популярных ресурсов русскоязычной части интернета. Сайта Routracker. Это флагман так называемых торрентов, системы, через которые можно скачивать большие объемы видео, аудио, книг и прочего. Как раз книги, в том числе Дарьи Донцовой, и стали в этот раз камнем преткновения. Издательство просило удалить нелегальный контент, но в итоге дошло до суда по новому закону. После того, как история повторилась, был подан иск о пожизненной блокировке. Сегодняшнее решение суда подлежит исполнению после вступления в законную силу, либо после рассмотрения жалобы, либо по истечении 30 дней.